2 электричества речные дебракадеры я родилась и выросла на каме река вошла в плоть и кровь поэтому меня заинтересовало это фото сарапульской речной пристани увидела его первый раз сами понимаете мимо не смогла пройти полукупольная крыша три стержня с утолщением вверху для альтернативщика явно напрашивается вывод об устройстве для сбора атмосферного электричества или передачи волнового сигнала версию с громоотводом рассматривать не буду может быть кто-нибудь другой прокомментирует сначала я решила что наклонный 6 слева это флаг шток где выпил обмотался вокруг но утолщение от материи на 6 нет просто деталька висит как поплавок искала чертежи дебракадеров чтобы почитать описание нашла только рисунки хотя на сайтах есть номера проектов фамилии конструкторов не берусь судить проекты были они с нуля или для реконструкции сооружений на первом рисунке толстый стержень с треугольным навершием типа масонский глаз что ли испускает лучи цветовые радио на втором рисунке винтообразная висюлька похожая на поплавок с первого фото это не вымпел точно есть третий рисунок где выпил прорисован четко на крышах есть и другие устройства на рисунке 3 похоже на обычную печную трубу остальные устройства непонятного назначения если часть дебракадеров использовались как маяки стержни могли светиться вот так это огни святого эльма возникают обычно в грозовую погоду на острых предметах на концах мачт например в наше время это явление тоже имеет место быть причем доставляет хлопоты энергетикам томск ученые придумали датчик для линии электропередач против огней святого эльма это предотвратит коронный разряд на лэп в непогоду на фото огни святого эльма на высоководной линии во время ненастья происходит утечка энергии не думайте что такие стержни были только на сарапульском дебаркадере перим кама речная пристань любимовых симбирск пароходная пристань кавказ и меркурий также видны стержни обратите внимание на конструкцию этих стержней посредине более высокая часть со стержнями по бокам постройки вдоль пристроек проходит открытая терраса с колоннами что-то это напоминает казанский собор в петербурге есть предложение что в казанском соборе и других подобных сооружениях по всему миру колонны играли роль батареек внутри стержень а камень играет роль изолятора трудно сказать какую функцию выполняли столбы на дебаркадерах в последних советских возможно просто подражательно-декоративную как говорят сталинский ампир хотя интересно было бы попилить вот схема ротонды с точки зрения энергетики и информационных волн может быть это добавит смысл всей статье устройство энергоинформационного купола и освещения сверху резонатор далее первичный раф накопитель поглотитель энергии кругляшок информационно-энергетический наполнитель преобразователь энергии связи ротонда вот это основной энергонакопитель купол справа камера эфирного тороида эфирный тороид световое окно слева ниже барабан катушка преобразование основной энергии рассмотрим подобные и наземные сооружения пагоды япония дом солнца дебаркадер в сарапуле который я смутно помню при советском союзе был таким сначала я думала что это дореволюционная постройка но нашла данные что в сарапул были заказаны четыре дебаркадеры в 1959 1960 годах на городецкой судоверфи она начала выпускать дебаркадеры с конца сороковых годов до этого возможно старыми пользовались но также возможно что производилась не строительство а все-таки реконструкция есть номера проектов фамилии конструкторов но в открытом доступе я не нашла чертежей самое первое фото сарапульского причала может быть одним из нескольких так как у нас было несколько пристани и на том берегу камы тоже обратите внимание на крышу сложная многоступенчатая посредине возвышения надстройка небольшая и на ней знакомый стержень шариком на конце еще меня удивило двойная крыша две параллельные крыши посередине зачем у меня возникла ассоциация с пластинами аккумулятора а представьте это сооружение из камня в три раза больше этого сразу вырисовывается античная архитектура советское время сталинский ампир неоклассицизм хотя уже некоторые сомневаются что все это было построено при сталине хоть он и учился в духовной семинарии может и располагал некой информации за которой был отчислен вот еще подобные причалы чтобы было понятно массовость явления череповец рыбинский дебаркадер те же параллельные крыши и стержни вверху фото рыбинского причала более современная явно крышу ремонтировали и убрали ставшие ненужными элементы кировский причал ресторан старая пристань кострома отреставрированная крыша в костроме но осталось двойной дебаркадер на волге в плесе на дебаркадере в плесе на маленькой постройке видны окна на других же они уже заделаны для чего там окна раньше это могла быть регулировочная комната вот еще сохранившимися окошками речная пристань в павлове дебаркадер в кирове тоже видны окошечки даже вот такие чудовища передвигались при помощи небольшой купольные ротонды речные вокзалы строили по тем же архитектурным принципам что и причалы хотя иногда причалы вытаскивали на берег и закрепляли иногда река мелела и оставляла их на берегу вятских полянах небольшая верхняя надстройка вообще напоминает настоящий маяк например вот этот древний александрийский маяк здесь мы видим реконструкцию она более усложненная не два крыла возле высокого центра а замкнутый периметр с условными башнями когда описывают работу этого маяка в древности как обычно начинается сказка про белого бычка сотни миллионный повозок с дровами день и ночь шли к маяку чтобы придерживать огонь пылавший наверху так нужный морякам вопросик небольшой зачем устанавливать бронзовую скульптуру если она все равно закоптится вот более старый вариант реконструкции этого маяка здесь видны стержни на башнях наверху роль стержня играет скульптура есть современная это еще под вопросом капитальное здание речных вокзалов выстроенные на берегу которые имеют ту же схему москва химкинский речной порт построен либо отреставрирован в 1933 37 годах также считается что это сталинский ампир красноярский речной порт в 1948 52 года в наше время часть пролетов остеклили возможно раньше такое не допускалось если представить что эти колонны накопители энергии тверской речной порт 1932 38 года сильно обрушился в 2017 году или в сталинское время использовали старое здание или пытались воссоздать то что еще помнили ну или просто модно было хотя все эти террасы с колоннами очень затратное и малофункциональное удовольствие по нашим временам отойдем немного в сторону от темы вот перед вами схема сопоставляющая работу египетских пирамид и храмовых комплексов с катушкой тесла только здесь пирамида выполняет роль вторичной обмотки а контур вокруг нее первичный пирамида преобразует магнитное колебание земли в инфразвуковые и передает их дальше по подземным коридорам вот зачем нужны были массы подземных коридоров они то что нам говорят на случай нашествий у нас в сарапуле старожилы говорят что все церкви были соединены такими проходами мой знакомый в детстве даже копал инфразвуковые колебания доходят до храмового комплекса у воды затем проводником становится сама река нил насколько все это влияло на флору и фауну неизвестно по этой теме смотрите youtube канал my technolab ссылка вверху экрана в наших условиях роль пирамид играют храмы очень многие стоят у реки например наш сарапульский который был разрушен вознесенский храм позади забора течет река кама роль первичной обмотки может служить забор который окружал всю церковь и вообще заметьте какие были заборы кованное железо и кирпичный столбик хотя он совсем не обязателен видимо он играл роль заземления или нечто другое этими заборами наполнены все наши города забор возле покровского храма в сарапуле сейчас в подражание стоят такие же но думаю что они раньше еще и функцию освещения несли обратите внимание внутри явно какая-то деталь изолированная кирпичом это вопрос к энергетикам я полагаю эти храмы индуцировали излучение на дебаркадеры и дальше по реке и берегам в этой схеме также могут быть задействованы так называемые водонапорные башни и водонасосные станции также расположенные у реки например в сарапуле водонапорная башня храм ксении блаженной и водонасосная станция у камы находится абсолютно на ровной черте у камы водонасосная станция затем храм через 330 метров водонапорная башня причем башня стоит на меридиане идеально ровная линия нужна для прохождения инфразвука преобразуемого в энергию вас не удивляло что водонапорных башнях есть окна и это довольно сложная конструкция для простого подъема воды например вот такая башня водонасосная башня во владимире у меня складывается впечатление что вода ротонды заборы стеллы пирамиды шпили повторяющиеся узоры водонапорные башни и прочее все это энергосистема прошлого и чем ближе к нашему времени тем меньше остается следов тех пропорций тех элементов создаются действительно помещение для удобной эксплуатации они в качестве приемников накопителей энергии вот такие морской вокзал спб стиль брутализм 1962 год дебаркадер в замоскворечье дебаркадер у форта константин странные случаются происшествия со старыми дебаркадерами в вятских полянах в 1999 году на следующую ночь после смерти начальника порта сгорел дебаркадер целая эпопея развернулась вокруг волгоградского старого причала он разрушался был признан историческим памятником тем не менее его пытались сносить местные активисты несколько месяцев боролись за него дежурили были нападения на них госпитализация но отстоять не удалось здание сгорело много информации о других сгоревших причалах обычно констатируют неосторожно обращение с огнем то есть это как бы не плановая утилизация конспиролог бы сказал кто-то заметает следы еще замечу что часто вдоль рек и не только шли железнодорожные пути паровозом нужна была вода и энергия и на берегах строили водокачки и водонапорные башни грузовой порт в сарапуле вот все что осталось от железнодорожной ветки идущий по берегу камы странное это сооружение водонапорные башни возможно в них один из ключей к прошлому бывало и так что пароходы в сарапуле причаливали почти на песочек сарапул без причала сейчас наш сарапул готовится к большому потоку туристов один из первых теплоходов русь с нашими и украинскими гражданами встречают артисты театра . в образе пионеров надеемся у них будет солидный причал и хотелось бы чтобы в старом стиле первые туристические теплоходы в сарапуле ну и напоследок удивительное фото как комментировать даже не знаю точнее вы и сами все видите волга казенная пристань номер 38 казанские краеведы поспешили приписать это чудо казанской пристани ну может быть здание кирпичная сомневаясь что для плавания слишком высокая неустойчивая на воде хотя плавучие церкви и сейчас существуют середина здания имеет классический вид усилителя сборника атмосферного электричества высокий купол со шпилем вокруг контур по углам башенки поменьше и два крыла по обеим сторонам вот такие вот наблюдения мое субъективное мнение ольга глухого шушкова от канала валерий хочу поздравить в нашем полку альтернативных исследователей прибыло посетите страничку ольги и вы найдете там массу интересных исследований и замечаний по альтернативной истории и не только ссылка под видео альтернативной истории и на сайте Продолжение следует... Продолжение следует...